Свыше 80 заявок и еще больше креативных идей. Обл. Избирком наградил автора самого яркого слогана, прошедшей выборной кампанией главы региона. Творческий конкурс проходил впервые. Повод особый. 25 лет исполнилось избирательной системе России. Что изменилось за четверть века, расскажет Мария Акимова. Подход к выборам креативный. Валентин Сульянов с избирательным процессом знаком не понаслышке. На минувших выборах губернатора Самарской области он был председателем самого молодого участка во всей стране. Приятные подарки, селфи с инстарамками, яркие идеи – это про него. Вот и в творческом конкурсе на лучший слоган избирательной кампании стал победителем. Честные, открытые, твои – именно такими, по его мнению, были выборы главы региона. Слоган я придумал по аналогии со слоганом зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи. Там был «Жаркие зимние твои». Позвонили, сказали, что я выиграл. Чувствую переполняли, конечно, эмоции. А уже когда увидел на баннерах свой слоган, вообще просто ах. Несмотря на то, что конкурс прошел впервые, конкуренция серьезная. Направили более 80 заявок. Участником творческого состязания мог стать любой житель региона, вне зависимости от возраста и социального статуса. Слоган «Победитель» появился на баннерах, рекламных счетах. Его использовали в видео- и аудиоматериалах во время избирательной кампании. А его автор получил денежное вознаграждение. Надо было каким-то образом разнообразить наши формы реализации вот этой программы привлечения избирателей к избирательному процессу, привлечения внимания, поддержания интереса избирателей. И мы очень удовлетворены проведенным конкурсом. Полагаем, что это будет у нас и впредь практика постоянная. Повод особый. Конкурс приурочили к 25-летию избирательной системы России. За это время областная комиссия сменила пять председателей. Обл. избиркомам проведены более 10 крупных кампаний федерального и регионального уровня. Теперь на участках установлено видеонаблюдение. А следить за чистотой выборов может любой желающий со своего компьютера или даже смартфона. Вместо деревянных урн – современные КАИБы. Обмануть их невозможно. Успешно внедрен механизм «Мобильный избиратель», который заменил систему открепительных удостоверений и досрочного голосования. И сделал процедуру по-настоящему удобной. Но главное – изменилось отношение жителей к выборам. Нигилизм какой-то по отношению к избирательной системе пошел. И нынешнее руководство избирательной системы, я считаю, заслуга большая, Илла Александровна Панфилова, в том, что смогли сейчас переломить эту ситуацию. Дальше все будет зависеть от нашей работы, от нашего умения, от нашего желания, наверное, разговаривать с людьми, разговаривать с политическими силами. Поэтому, я думаю, мы приложим все необходимые знания, коммуникабельность по отношению к тем участникам избирательного процесса, которые заинтересованы в нормальном, демократическом развитии данной ситуации. И заинтересованность есть. Подтверждение тому участия в процессе общественных наблюдателей. Эта практика впервые была применена на президентских выборах 18 марта. И успешно себя показала. Уже к выборам губернатора подготовку прошли около тысячи наблюдателей. Функционировала и ситуационный центр. Благодаря активности общественников избирательная кампания прошла без серьезных нарушений. А работа независимых наблюдателей даже была отмечена на федеральном уровне. Мария Акимова, Владимир Терентьев, Новости губернии.